Торжок Университета Кредиты бизнесу на выгодных условиях Наш информационный партнер Газета «Местное время» Это телеканал «Тверь сегодня» В студии над городом Кирилл Амаев Здравствуйте Наша свалка нынче приобретает статус резиновой Заволжский районный суд пошел на встречу администрации города И продлил срок жизни нашему чуду Напомню, к 1 октября этого года Существующий полигон ТБО должен был умереть, а новая родится Об этом говорили все ответственные товарищи И новый полигон даже строить начали Но потом случилось нехорошее И были назначены внеочередные выборы Администрация города обратилась с ходатайством О продлении срока эксплуатации свалки Заволжский районный суд это ходатайство удовлетворил Старая городская свалка будет принимать мусор До 31 марта 2013 года В проекте народной программы, который вот-вот станет официальным документом О новой свалке, кстати, ни слова Говорится лишь об изменении схемы вывоза мусора И о строительстве двух или трех специальных станций Для его сортировки Тем временем глава города Владимир Бабичев Сегодня торжественно презентовал строительство Нового медицинского центра в поселке Химинститут Долгожданный медцентр будет возведен там В том числе и на деньги американских налогоплательщиков Медицинская дружба народов прочно закрепилась На территории поселка Химинститут Проект российско-американского медцентра Представили главе города сотрудники Грэхом Смитен Партнерс К 2013 году на территории заброшенной школы Будет построена поликлиника, госпиталь И онкоцентр общей площадью 12 тысяч квадратных метров Клиника будет оказывать платные услуги По самым разным направлениям Таким как гинекология, неврология, хирургия и многие другие После открытия можно будет записаться Как к российскому, так и к американскому специалисту Общая стоимость проекта составила 25 миллионов долларов Вы знаете, очень много наших сограждан Вы решает лечиться Германию, Европу Но мы хотели бы, чтобы Они имели возможность Получить такие же высокие Медицинские услуги И у нас у города И сегодня было задуман Такой современный Медицинский центр Еще из официальной хроники Губернатор нынче принимал у себя Делегацию Международного банка Реконструкции и развития Гости приехали в Твердь для того, чтобы Ознакомиться с ходом работ О реставрации путевого дворца Представители Международного банка Реконструкции и развития Решили воочию проследить за проведением Ремонтных работ путевого дворца Реставрация началась еще в августе На сегодняшний день на 95% Выполнены фундаментные работы Руководитель проекта Николя Перен Бы приятно удивлен Столь стремительным началом строительства И когда я приехал во дворец Мне было очень приятно увидеть То, в каком состоянии сейчас находится работа И как только я увидел это Я тут же повернулся к своему другу Алексея Васильева, представителю ФИС И сказал, ой, в первый раз вижу, что работы уже начались Это очень приятно На встречу губернатор еще раз подчеркнул Особую важность объекта В итоге императорский дворец должен сохранить Свой исторический облик Но все же превратиться в современный Музейно-выставочный комплекс Я думаю, вы уже составили Своё впечатление Я должен признать, что без помощи банка Конечно, нам было бы это очень сложно сделать Когда мы приведем не только этот объект Касаемый императорского дворца Но и территорию вокруг оранжерея В порядок Это еще больше украсит и город И даст возможность людям И жителям, и России И гражданам России И гостям нашего города И России Соприкоснуться С этим уникальным объектом Представители Международного банка Решили не останавливаться на достигнутом И продолжить свою работу По реконструкции культурных объектов Твери Так в Тверской академической филармонии В ближайшее время появится Современный центр звукозаписи У областной библиотеки Электронный справочный информационный центр А в нескольких театрах Новые сценические комплексы Пресс-служба законодательного собрания В свою очередь распространяет информацию О том, что спикер Андрей Епишин Проинспектировал строительство Одной из сельских школ В Осташковском районе Школа в свято-сельском поселении Дореволюционная во всех отношениях Здание было построено Еще в начале прошлого столетия О комфорте и удобствах Даже речи не идет Поэтому окончание строительства Новой школы здесь ждут с нетерпением Старая школа у нас уже Не соответствует никаким нормам И на грани закрытия Поэтому это будет стимул Для работников школы Для учеников большой радостью Потому что у нас в старой школе нет спортзала Даже нет канализации Нет воды Новая школа как снаружи, так и внутри Выполнена по стандартам И отвечает всем требованиям Особой гордостью здесь считается пищеблок Оснащенный современным оборудованием Который обеспечит учеников Вкусным и здоровым питанием Однако, несмотря на полную готовность здания Школа открыться не может Нет отопления А для эффективного функционирования Собственной котельной Которая пока работает на дизельном топливе Нужен газ Документы по электрике Мы на сегодняшний день Все направили Наверное, на этой неделе Приедет инспектор Приемная электрическая часть И, наверное, в четверг-пятницу На этой неделе Мы сдадим Исполнительную документацию На тепловую часть Поэтому Я так рассчитываю Что через три недели Мы тепло сюда подадим Через сколько? Через три недели По постоянной схеме? Да, по постоянной схеме С подачи газа Котельная сможет заработать На полную мощность И обеспечить здание Необходимым теплом Уже более десяти лет назад Было принято решение Абсолютно оправданно На строительстве здесь Новые школы К сожалению, это превратилось В определенный долгострой Даже в современных условиях В прошлом году Мы поддержали И губернатора правительства Вместе с законодательным собранием Приняли решение Что нашу школу заканчивать В один год Что было сделано Был скорректирован проект И полностью, сто процентов Работы все выполнены И уже после каникул Дети И с этого поселения Соседние Уже придут в новую школу Школа рассчитана На 108 человек Но пока здесь Будут обучаться 50 детей Вторая учебная четверть Начнется с долгожданного новоселья Еще о строителях Сегодня день дорожника Праздник без сомнения Любим всеми россиянами По этому случаю В Твери была Большая выставка Дорожно-строительной техники Ее посетили Андрей Шевелев И Елена Глушкова Репортаж с места события Празднование дня работника Дорожного хозяйства Открылась уже традиционной выставкой Специализированной техники На площади пилиц филармонии Были представлены экскаваторы Прицепы, погрузчики И другая дорожная техника Которая незаменима на наших дорогах Еще одним хорошим ритуалом Стали поздравления дорожников С их профессиональным праздником Изменения видны на лицо Что дороги становятся лучше Качественнее И своевременность Самая главная Проводимая работа ремонта Осуществляется С нужным качеством В нужные сроки Я всех своих коллег Поздравляю С днем дорожного хозяйства Желаю всем Творческих успехов Чтобы у заказчика Были своевременные деньги Чтобы дорожная отрасль Процветала и развивалась Торжок Универсал банк Кредиты бизнесу На выгодных условиях Теперь о поэзии жизни На станции скорой помощи Сегодня было маленькое Но такое большое событие Репортаж на эту тему Приказ главного управления От оперативности бригад Скорой помощи Зависит самое основное Жизнь и здоровье людей Путем опроса медицинских работников И средств массовой информации Управление региональной безопасности Выявило самого добросовестного Работника бригады скорой помощи Мы конечно ни в коей мере Не хотим вторгаться И не будем вторгаться В не нашу сферу деятельности Но данный случай Он наверное специфичен тем Что как я уже сказал в выступлении Мы стараемся минимизировать риски Для населения И в меру своих возможностей И полномочий конечно Как области Мы стараемся Снижать возможность Для жителей области Попадать в какие-то ситуации Пожары, чрезвычайные ситуации Дорожно-транспортные происшествия Связанность с риском для жизни и здоровья Но когда этого не удается И когда все-таки такие ситуации случаются Тут в действие вступают уже силы скорой помощи Как раз спецбригады И конечно хочется Чтобы люди Которые работают на этом переднем крае Борьбы с червячайными ситуациями ДТП Чтобы они знали Что мы их работу знаем и ценим Иван Кудзин не первый год работает на скорой Однако награда оказалась до него полной неожиданностью Наша реанимационная бригада работает С жизнеугрожающими состояниями Возникающими в результате дорожно-транспортных происшествий Падений с высоты, отравлений разного рода Мы участвуем в ликвидации Совместно с сотрудниками МЧС Чрезвычайных ситуаций разного рода Пожаров, катастроф, все что угодно Каждые сутки в диспетчерский центр скорой помощи Поступает примерно 400-600 вызовов На каждой из которых тут же выезжает бригада Так что можно сказать, что в этом случае От каждой минуты зависит жизнь человека Еще о поэзии На пересечении улицы Склесково с Волоколамским проспектом Появилась специальная плитка для тех, кто не видит дороги Наконец-то В рамках программы «Доступная среда» Оборудуются пандусами социальные учреждения, магазины и автобусы Спетофоры оснащаются звуковыми сигналами Кладется специальная плитка и делаются съезды С помощью которых плохо видящие люди Могут понять направление движения и безопасно передвигаться по нашему городу Первое, то что сделано, уже хорошо Второе, сейчас мы по техническим вопросам решаем Те, какие недостатки мы заметили, будут устранять А в плане удобства? В плане удобства это стандартная плитка, которая предусмотрена ГОСТом И она уже опробирована во многих городах И пока этот ГОСТ не изменился, данные плитки используются везде А еще будете ли какие-то точки по городу проверять? Да, будем проверять То есть задача сегодня проверить максимально всех тех точек, где были использованы, во-первых, и эти плитки Ну и не только данные точки Но и проверяется и транспорт, который адаптируется, проверяются объекты О погоде, но не коротко и без прогнозов Наш корреспондент Николай Вихров отправился сегодня в Тверскую сельскохозяйственную академию С тем, чтобы выяснить влияние нынешней осени на растения, в том числе и дачные Ему слово Аномалии в природе всегда вызывают тревогу у агрономов и обычных дачников Теплая осень дарит как плюсы, так и минусы нашим среднерусским урожаем Сегодняшняя теплая осень пока плохо на урожае не отразится Наоборот, сейчас у нас вегетируют еще озимые зерновые культуры Такие как рожь, пшеница, третикали И они как раз накапливают себе органические вещества Главным образом сахара, которые откладывают в узлах кущения Для того, чтобы хорошо перезимовать При этом сейчас жируют и сорняки Для них тоже стоит прекрасная погода То есть они накапливают тоже за счет фотосинтеза Своих подземных побегов или корневищах питательные вещества И вот весной они будут очень хорошо отрастать и засорять поля Агрономы именно сейчас советуют избавляться от растений паразитов на полях А простым дачникам специалисты сегодня напоминают о том Что на участках работа совсем не заканчивается Собрать опавшие из деревьев листья Их каким-то образом утилизировать Чтобы снизить поражение различными болезнями Которые на листьях опавших И самые главные вредители, которые зимуют под опавшими листьями Еще не везде собрали картошку А ведь теплая и влажная погода очень для нее опасна Начинается гнивание клубней Вот на поверхности клубней, как вы знаете, наверное, есть такие Но устицы, они называются чечевичками Вот через них уже выходит там разложившийся крахмал Белые пятнышки Это вот первый признак начала загнивания Поэтому такие клубни, естественно, надо Изолировать от здоровых И здоровые надо хорошо проветрить И хранить при нормальной влажности Любая погода, подтверждение специалистов Несет и плюсы, и минусы Главное не забывать Что конец осени не перерыв в земледелии И небесная канцелярия каждый день Преподносит нам сюрпризы Из международной хроники заслуживают внимание усилия властей Аргентины По ликвидации безработицы среди молодежи Особенно той, что живет в трущобах Рио Евгения Щетинина продолжает Дизайнер Гвидо Фэнтес сделал первый шаг в борьбе с межклассовым неравенством в своем городе Вилла 31, один из самых беднейших районов Буэнос-Айреса Волей судьбы стал обителю аргентинских красоток Рожденные в трущобах им крайне сложно выбиться в люди Носить модную одежду, да и вообще вести светский образ жизни Гвидо взялся помочь провинциальным красавицам И основал специально для них модельное агентство Теперь его дом больше напоминает швейную мастерскую А девушки, впервые встав на каблуки Днем и ночью заняты нелегким делом Оттачивают модельную походку Первый показ, прошедший на улицах Буэнос-Айреса Уже принес свои плоды Некоторых подопечных Гвидо уже приняли на работу в иностранное агентство И в завершении программы Под Москвой в Царицыно выставили фарфор Красиво, ей-богу красиво Стоит посмотреть Застывшая динамика Название новой выставки Татьяны Чепургиной Противоречивая, как и все ее творчество Являясь главным художником императорского фарфорового завода Ее имя хорошо известно в мире искусства Фарфор, из которого всю жизнь изготавлялась посуда и предметы декора Постепенно превратился в элемент одежды Такую необычную экспозицию можно увидеть до 25 ноября В Московском музее-заповеднике Царицыно Я училась на тканях и долгие годы расписывала ткани Наверное, это такой логичный путь от ткани к фарфору Потому что у меня ощущение ткани осталось все равно Мне иногда хочется сделать работы обманки То есть перенести, например, жесткую поверхность И соединить ее с мягким состоянием ткани На этом все Будущее у нас будет И будет оно прекрасным Об этом сообщили в пресс-службе соответствующего ведомства Удачи! Наш информационный партнер Газета «Местное время» Торжок «Универсалбанк» Кредиты бизнесу на выгодных условиях Торжок «Универсалбанк»